Библейский портал экзегет.ру представляет Которая началась в конце 8-й, когда Экклесиаст говорит, что он обратил свое сердце для того, чтобы постигнуть мудрость и обозреть все дела, которые делаются на земле, и увидел, что человек не может познать всего того, что создано Богом и всего того, что происходит на земле в творении Божьем. Так вот, 9-я глава начинается такими словами. «На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые и деяния их в руке Божьей, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним». Здесь как бы заканчивается эта мысль. То есть, Экклесиаст говорит, что не только тварный мир сложно познать человеку, но и само устройство сердца человеческого, и промысел Божий о человеке – это тоже очень трудная для понимания вещь, обращая сердце для исследования этого. Экклесиаст находит, что и даже действия людей подчиняются некоторому промыслу Божьему. Здесь не говорится о предопределении людей, потому что воля человеческая все равно сохраняется. Но вот эти слова, что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем, что перед ним, указывают на то, что обстоятельства жизни человека устраиваются Богом. И чувства, которые в сердце человека происходят, они могут возникнуть неожиданно даже для самого человека. То есть, любовь или ненависть могут появиться в сердце совершенно неожиданно для нас. И когда мы пытаемся своим умом исследовать творение Божье или судьбы Божьи, и то, как сочетается промысел Божий с действиями человека, мы, скорее всего, ничего не поймем. Как, собственно, в конце предыдущей восьмой главы и было сказано иклесиастом. Потому что промысел Божий – это такое удивительное чудо, которое, скорее, нужно не познавать умом, а которому нужно уметь доверять. Потому что, если этого доверия нет, то человек приходит к пониманию, что или все бессмысленно и бесполезно и хаотично, или приходит к пониманию, что все заранее за нас предопределено, и моя воля и мое собственное изъявление личности не имеют никакого смысла. Обе эти мысли неправильные происходят от того, что человеческое сознание и человеческий мозг становятся в непонимании перед великой глубиной промысла Божьего. И дальше эта глава продолжается такими словами. «Всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем. И сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них придана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». Вот эта продолжительная мысль как бы возвращает нас к одной из главных тем книги Эккристиаста, к теме суетности, тщетности того, что происходит под солнцем. Здесь проповедник снова обращается к мысли о том, что если представить себе, что человек живет в пространстве под солнцем, если для человека нет вечности и нет общения с Богом, тогда все, чем человек занимается и чем он живет, становится тщетным, становится чепухой. «Одна участь праведнику и нечестивому». То есть неважно, праведный ты перед Богом или нечестивый, если ты считаешь, что с днем твоей земной кончины заканчивается вся твоя жизнь. Нет разницы быть добрым или злым, нет разницы приносить жертвы или не приносить жертвы. То есть даже религиозная жизнь, которая вроде как бы должна для Эккристиаста быть чем-то важным, он говорит, если мы свою жизнь видим только в рамках временной жизни, тогда это бессмысленно. И добродетель, и грех, все это становится бесполезным. И он говорит как раз, это и худо во всем, что делается под солнцем. Вот здесь это ключевое слово есть. То есть Эккристиаст указывает, что то, о чем он говорит, относится именно к такому состоянию, когда человек живет под солнцем, в пространстве как бы без Бога. И одна участь всем людям. И вот он говорит, что сердце людей исполнено зла, безумие в сердцах их, в жизни их. То есть люди злятся, безумствуют, суетятся и в конце концов отходят к умершим. И говорит, кто между живыми находится, пускай он даже плох, пускай у него даже все плохо получается в жизни, но если он в какой-то момент осознает, что его жизнь не заканчивается современной смертью, тогда ему лучше, чем человеку, который уже умер. Потому что мертвый уже не может ничего исправить. Кроме того, если мы смотрим на смерть со стороны человека, который живет в материальном мире полностью, своим сознанием, то действительно жить хоть как-то лучше, наверное, чем быть мертвым, естественно. Но для Эккристиаста важно, что живые знают, что они умрут. То есть вот этот вот момент памятования о смерти важен для тех, кто еще живет, потому что у них есть возможность переосмыслить свою жизнь, поставить себе какие-то вопросы честные о вечности. И у них есть еще время для того, чтобы как-то к этой вечности подготовиться. И Эккристиаст как раз говорит, что живые знают, что умрут, а мертвые уже ничего не знают, и нет им воздаяния, то есть ничего доброго они получить не могут. И все их чувства, которыми они жили, любовь, ненависть, ревность уже исчезают. И кроме того, что они не могут жить и испытывать эти чувства, им никакого достатка, никакой прибыли не может быть под солнцем. Никакой материальной прибыли мертвому человеку уже не нужно. Мысль вполне понятная. То есть вот здесь как раз Эккристиаст обыгрывает это размышление над состоянием человека, который предполагает, что он живет в этой временной жизни, и что вечности и Бога не существует. То есть действительно в этом случае смерть — это какая-то трагедия, потому что человек всю свою жизнь наполнял какими-то чувствами, какими-то действиями, и тут все это заканчивается. И дальше мысль продолжается, и здесь к ней нужно очень внимательно отнестись. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Если невнимательно прочитать этот стих, то кажется, что это вывод из предыдущего размышления, что поскольку человек умирает, поскольку временной смертью заканчивается земной путь человека, то уж давай ешь, пей, веселись, бери от жизни все. Но на самом деле здесь Эккристиаст предполагает другую мысль. Здесь появляется имя Божье. То есть, соответственно, проповедник сейчас выходит из этого пространства под солнцем, выходит в пространство, где есть Бог, где есть вечность. И он говорит, что вот эти вот чувства, дела, которые относятся к земной жизни, они закончатся со смертью человека, и пользы от них никакой. Но если Бог благоволит к делам твоим, тогда ешь хлеб твой и пей в радости сердце вино твое, то есть пользуйся тем, что дает тебе Господь, пользуйся теми благами, если Господь благоволит к твоим делам. А когда Господь благоволит к делам человека? Когда человек сам исполняет волю Божью. Когда человек живет с пониманием, что есть Господь, есть его представление о моей жизни и о мире. И если человек живет праведно, если он сохраняет верность заповедям Божьим, тогда он может пользоваться всеми теми благами, которые даются ему от Бога. У нас часто бывает, что некоторые люди переживают, можно ли стремиться к какому-то достатку, или как жить, когда все хорошо, когда не происходит каких-то бедствий или искушений. Здесь надо поставить себе вопрос. Вот я стараюсь исполнять заповеди Божьи. Если да, если я не нарушаю их, если я не грешу, то нужно радоваться и наслаждаться всем тем, что Господь дает нам в жизни. И в этом не будет никакого греха и не будет никакого непочтения к Богу. Если мы волю Божью ставим вперед всего остального, пользоваться тем, что нам дал Господь, это добро и праведно. Да будут во всякое время одежды твои светлы, продолжает экресиаст, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знаний, ни мудрости. Весь этот текст обращен экресиастам уже к человеку, который живет по воле Божьей. Именно поэтому здесь не абстрактные рассуждения и не обращение к людям вообще, а обращение как бы к одному, потому что только что он говорил «С весельем ешь хлеб твой и пей в радости сердце вино твоего, когда Бог благоволит к делам твоим». И вот если человек живет по заповедям Божьим, то ему нужно радоваться, нужно находиться в состоянии праздника, как говорит проповедник. И он советует носить светлые одежды и помазывать голову Илеем. Казалось бы, это немножко странно, потому что носили светлые одежды и помазывали голову Илеем обычно в дни праздников. И вот экресиаст говорит, если Бог благоволит к твоим делам, если Бог благоволит к твоей жизни, если ты исполняешь волю Божью, то вся твоя жизнь должна превратиться в праздник. И дальше говорит проповедник, «Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя». То есть в нашей земной жизни есть необходимость утешения, в том числе в браке. И Господь изначально творит Адама и Еву в браке. Он творит мужа и жену. И поэтому семейной жизнью, жизнью в браке вполне правильно наслаждаться. Если человек осознает впереди у него вечность, но ему необходимо прожить эту суетную жизнь, то он может получать радость и от семейной жизни, и от тех успехов, которые Господь дает ему в делах, и от пищи, и все это праведно. Потому что Господь устроил это утешение для человека. Он дает человеку жену, он благоволит к его делам, и он устраивает ему вот в этой суетной жизни, в этой жизни проходящей много поводов для того, чтобы порадоваться и повеселиться. Этими поводами нужно пользоваться. Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Зачем, говорит это экресиаст? Вспомним, что он обращается к человеку, осознающему, что впереди есть вечность. И поэтому он как бы советует не терять время. Потому что после смерти уже не сможешь ты восполнить недостаток в каких-то добрых делах или недостаток в своей духовной жизни, которую ты не смог настроить в течение жизни временной. И поэтому советует не терять время. И дальше говорит проповедник. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, не у разумных богатства и не искусным благорасположения, но время и случай для всех их, ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть и как птицы запутываются в селках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них». Здесь снова обращается к теме суеты. То есть, если человек полагает свою радость и свою надежду в своих умениях и своих достижениях, то даже получив определенные навыки, получив определенные умения, человек не всегда получит результат, к которому он стремится. Потому что есть случай, есть стечение обстоятельств. И может так случиться, что мы вкладываем свою душу и силы и надежду в какое-то дело, которое потом развалится по независимым от нас обстоятельствам. Или приобретаем какие-то умения, которые не принесут нам пользы. Потому что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и неразумных богатств. Казалось бы, ну, тогда бессмысленно вообще всем этим заниматься. Но это в том случае, если человек осознает свою жизнь только во временном контексте. Вот сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно приходит на них, как птицы, запутываются в селках или рыбы в сети. О чем здесь говорит Экклесиаст? Сыны человеческие? Кто это? В Священном Писании есть разделение людей на сынов человеческих и сынов Божиих. Сыны Божьи – это те, кто старается жить с Богом, угождать Ему и познавать Его волю. А сыны человеческие – обычно это люди, противоположные сынам Божьим. Они полагают все свое внимание и всю свою надежду в земных вещах. И вот если человек погряз в земном, если он не живет с Богом, если он надеется не на Бога, а на свое умение или на свое дело, или на свою временную жизнь, то когда происходит нечто внезапное, то для человека это серьезное искушение. Для человека верующего это может быть неудобно, это может быть не очень приятно, но это не становится для него трагедией, когда происходит что-то из-за этого вон выходящее. Но если человек живет полностью в материальном, то он запутывается как в селках в таких жизненных обстоятельствах. И заканчивается эта глава очень интересной мыслью. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важной. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке. И сказал я, мудрость лучше силы, однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. «Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властерина между глупыми». Здесь непонятно, говорит Соломон о действительно произошедшем историческом событии или предлагает притчу. Скорее всего, как считают многие толкователи, он описывает реальный случай, когда полководец подошел к какому-то городу, и в этом городе нашелся мудрый человек, который смог так все устроить, то ли договориться, то ли обмануть этого военачальника, и спас своей мудростью город. И здесь такая фраза, однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке. Она имеет два значения. Одни считают, что никто не вспоминал об этом человеке до того, как он спас город, а другие считают, что он совершил этот подвиг и про него забыли. Скорее всего, здесь уместно оба понимания, потому что до того, как этот бедняк проявил себя, никто к нему серьезно не относился. А после того, как он спас город, как многие добрые дела, это дело постепенно забылось и к нему уже стали относиться, как и прежде. И в этом есть некоторая суетность, потому что если человек считает, что все, что у него есть ценное, находится в этом земном мире, если для него мнение Бога менее важно, чем мнение людей, тогда вся эта мудрость не имеет никакого значения, потому что ты даже город можешь спасти и тебя все равно постепенно забудут. Но мудрый человек для экклесиаста это человек, который умеет жить во заповедям Божьим. Значит, этот бедняк, этот мудрец, он спасает город не для того, чтобы о нем хорошо думали, а понимая необходимость оказать любовь к ближним, и для него это не будет расстройством, что со временем про него забудут. И дальше говорит экклесиаст, что мудрость лучше силы, но мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Действительно, часто бывает, что у нас есть искушение встречать по одежке. То есть, если человек не имеет статуса или какого-то звания, мы, бывает, склонны относиться к нему ну так, слегка с пренебрежением. Но не всегда статус показывает реальную мудрость человека, учитывая еще, что мудрость это не просто знание, а умение знать духовные законы и жить по Божьим заповедям. И есть такой очень интересный момент, о котором говорит экклесиаст, слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Если мудрый человек что-то говорит, во-первых, он говорит это спокойно, потому что он понимает, что если его послушают, ну, людям будет хорошо. Если не послушают, ну, как бы, их проблема. И это приносит больше пользы, чем указание военачальника, который кричит, ругается, вот, а еще слова военачальника могут быть поняты глупыми людьми неправильно. И, в общем, один мудрец получается, может больше, чем огромное воинство. И заканчивается эта глава такими словами «Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго». То есть, экклесиаст только что описывал ситуацию, когда один мудрый человек может спасти целый город. Но есть и обратное. Один глупый человек может погубить какое-то хорошее дело. И для того, чтобы этот совет использовать, необходимо еще раз вспомнить, что такое глупость для экклесиаста. Он говорит на протяжении всей книги, что человек гневливый, который поступает по движению своей страсти, который не может со спокойной душой, со спокойным разумом отреагировать на обстоятельства, это человек глупый. И кроме того, из экклесиаста и из книги притчи Соломоновых мы понимаем, что глупый человек, это человек, который или не знает законов духовного мира, или знает, но не живет по ним. И, соответственно, человек глупый или человек неправедный, человек, который заключает всю свою надежду в этом земном мире, человек, который допускает пригрешение грубой грехи против Бога, такой человек своей глупостью, гневливостью или нечестием может разрушить и очень хорошее дело. И конец этой главы заставляет нас задуматься над своей жизнью. Если мы невнимательно относимся к своей душе, то мы можем не только себе навредить, но можем навредить и нашим близким, можем навредить и тем добрым делам, к которым мы так или иначе относимся. Но если мы свое сердце обращаем к познанию мудрости, к познанию воли Божьей, исполнению ее, тогда польза будет не только нам, но и всем, кто нас окружает, и в нашей семье, и в наших дружеских отношениях, и в других действиях и обстоятельствах, которые посылает нам Господь. На этом мы заканчиваем чтение девятой главы и в следующий раз будем разбирать уже главу десятую книги проповедника. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...